Я уже сегодня достаточно много говорил, поэтому я не буду занимать Ваше внимание долго. Я хотел сказать об основных принципах, об основных направлениях, по которым мы работаем. То есть в нашей зоне, я уже говорил, что наш район Серафимовичский не попал в зону ЧАЭС, а соседний Клецкий район, соседний Суровикинский район попали туда. То есть по этому году 19 районов из 33-го городской области. Ну, как говорится, рядом. И, наверное, самый южный район, самое южное хозяйство, Серафимовичского даже района. И у нас тут идет с каждым угодом температурный режим меняется, не в лучшую сторону. По влаге тоже скачки. Поэтому на первое место в нашей политике хозяйства мы ставим сохранение влаги. Ну, понятно, что работали мы в свое время. И спашка была у нас, и глубокородители мы применяли, и плоскорезы, и дискаторы. И, значит, хотелось как можно меньше затрат, и как можно больше влаги. И в итоге вот мы пришли уже сейчас к тому, чтобы сохранять влагу, но, наверное, не надо землю переворачивать, не надо ее лишний раз рыпить, не надо ее подставлять под ветровую и водную эрозию, что вот сейчас в связи с тем, что осадки ливневые идут, и ветры у нас серьезные. Я уже сегодня говорил несколько раз о том, что у нас ветер бывает каждый день. Все зависит от того, как он сильный или очень сильный. Вот вы видите прекрасно, и сегодня мы находимся здесь, ветер. Это плюс еще к почерной влаге, то есть нет осадков, но еще и все и выдувает. То есть ветер, который тоже необходимо тормозить. И вот на этом пути мы уже сейчас, вот последние наши наработки, это мы пришли к очесывающим жаткам. Я уже говорил сегодня, вот у нас есть шесть жаток, мы еще покупаем шесть жаток для чего? Чтобы работать очесанным. Значит, какие плюсы? То есть если мы посмотрим на очесанное поле и даже те поля, которые нетрадиционным способом. А зимая культура у нас основная. Основная дивизия культуры. Да, был пару лет нут, сейчас опять зимая пшеница. Значит, не смотрим мы на поля, которые очесаны и которые просто обработаны комбайнами. Мы работаем на высоте среза 25-30 сантиметров. Для чего? Получается защита от солнца. То есть мы видим, если это поле черное и поле белое, ну, все люди тут умные и грамотные, понимаете, к чему это приводит, да? Второе, почва, минимальное повреждение почвы. Значит, комочек выкрынул из почвы, он потерял влагу. Ну и, наверное, третье, о чем мы иногда не думаем, что это вот сегодня мне Ишкин об этом, как говорится, подтвердил, что вот именно ветер задерживается вот в этих пожневых остатках. То есть одно, когда ветер дует спокойно и спокойно уносит влагу, спокойно там, я уже не говорил о метровой эрозии, и когда он запутывается в этих растениях, наверное, это серьезно. Поэтому, наверное, этот способ, мы давно к нему пришли, к очёвывающим жадкам, но у нас не было техники, которая позволяет силить по очёске. Пробовали мы и культиваторными, и дисковыми сошниками, пока вот на монодиск не перешли, вот у нас сейчас две сиелки таких, еще две в этом году мы приобретаем, которые позволяют силить по очёске. Конечно, полностью очёсывать не надо, то есть мы в этом тоже убедились, вот мои специалисты здесь сидят. Почему? Потому что, значит, очёска, вот рядом поле убрано традиционным способом, рядом очёсанное поле. Мы там, где убрано жадками со срезом, значит, там уже посеяли. А там, где очёска стоит, мы заезжаем туда, копнули черви, копнули черви. Один у меня тут оппонент говорит, да не можешь такого быть, поехали, поехали. Вот он взял лопату, восемь раз копнул, по три червя. Он реку зачесал, да, действительно так. Но, получается, мы попадаем в свой капкан, значит, в поля, которые очёсаны жадками, особенно это, пальну я не говорю, вы многие мимо проезжали, видели, мы уже это посеяли. Там небольшие растения, а по озимке они подходят поздно. А у нас как? Зима-зима, а потом лека. И то есть, мы не успеем просто всё это посеять. Поэтому мы часть очёсываем, часть не очёсываем. То есть, сеем какие-то культуры по скошенному в первую очередь, а потом очёску потихонечку начинаем использовать. Вот мы считаем, что это такой правильный способ сохранения влаги. Если есть влага, всё остальное прилагается. Вот Владимир Иванович Кабло говорил там, мы увеличили несение удобрения. Да, мы поняли, что позже, действительно, у нас мы провели химический анализ, посмотрели, что действительно маловато, маловато там, того-то, того-то. Но то денег нету, ну, а деньги опять. Вырастил урожай, есть у тебя деньги. Не вырастил, его нету. То есть, замкнутый кровь получается. Поэтому мы сейчас увеличиваем химию. У нас, мы попробовали там, допустим, в этом году даже. Мы внесли где-то два раза по 100 килограммов, а где-то дальние поля. А, ну что, туда есть, далековато, вроде время поджимает. Давайте раз внесём. Внесли 200 килограмм селитры. Поверьте, разница есть. Где два раза вносили, и где раз. И разница существенная. Где два раза, намного всё это лучше. Поэтому вот это поле тут беспредельное. И самое главное, вот я о чём всегда говорю, когда спорт затевает, что лучше, нулевая технология или традиционная. Традиционная в нашем районе считается это с парами. Вот паровая технология максимально. Да, вот здесь люди, которые очень серьёзно занимаются, значит, по технологии, вносят удобрение и всё такое. Они хотят получить мечта. Пятьдесят центров с гектарами. В этом году, я знаю, и сорок, но и не получили. Значит, у нас по гулевой технологии мы получаем, вот в этом году 26 мы получили, прошлый год 26, позапрошлый год 35. То есть паров нету, ещё что-то мы выращиваем. Ну и элементарно умножаем на 2, 26 уже получается 52, то есть мечта исполнилось. И предел, мы видим в этом, просто урожайность и есть. Есть там и наши ошибки, есть недоработки технологии, есть, может быть, какие-то препараты там ещё применять. То есть мы можем расти до, в этом году мы до 37 центров по нулёвке получили. То есть до 40 центров, до 35 мы будем расти. 35 по нулёвке – это 70 по такой. Кто её получит по парам? Никто не получит. Поэтому вот мы в таком направлении работаем. Да, это тяжело. Тяжело психологически, поверьте. У нас коллектив вот в последнее время роптать перестал. А то, говорят, ну что это за херня? Что? Сидим-сидим, ничего не делаем. Потом сутками работаем. Я хочу пахать, я хочу бароновать. А они говорят, а я люблю культивировать. Ну, доходило до абсурда. Приходит, я говорю, слышно, он иди, у соседа, у фермера есть и культиватор, есть и бороды, есть и плов. Иди, он должен зарплату, где платить, и денег нет. Ну, как-то вот так. То есть психологически тоже это очень сложно. Ну, что я могу сказать? Мы вот идём по этому пути, сворачивать не собираемся. То есть первые, когда мы перешли там, ну, я считаю, 12 лет назад, какие-то были у нас там погибшие поля, мы их культивировали иногда. И первое время мы держали и плуги, и дискаторы, и плоскорезы, и силки. Кстати, мы подсолнечник не сеем, уже 12 лет. Вот, два года подержали, ну, и чтобы не было сомплазма, взяли, всё расправили. Так что, как-то так. Поэтому я всех приветствую, желаю, чтобы сейчас здесь у нас есть очень уважаемые люди, мы послушали мнение, и с удовольствием примем на вооружение. Спасибо. 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 В последний вопрос. Вот вы смотрите, по урожайности я специально всё поперемесал, у нас с вами как под копирочку по культурам с нашим хозяйством всё сходится с урожайностью. Вы сказали, что вносите два раза по сто килограмм из веса, правильно? Да, я сказал. Первый год мы в этом году вносили и то частично, но в основной части с процентов по два раза под кормку, да.